Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Весна, как вы знаете, особенно ранее, самое время для формирования обрезки кустарников. Сегодня мы с вами поговорим о формовке лиственных кустарников на участках. В идеальном варианте, конечно, обрезку проводят до распускания почек и листвы. В данном случае можно формировать куст по его габитусу и по той форме, которой он будет. Для этого могут понадобиться разные средства, материалы и инструменты. Перед вами отличный экземпляр спиреи японской, сорт фробыли. Тот кустарник, из которого очень классно формировать полусферы, шарики, низкие прижатые плюшки или что-то в этом духе. В данном случае она формируется по принципу полусферы. То есть мы ранней весной делаем основную формовочную обрезку. Для этого хорошо подойдут садовые ножницы с длинными ножами или, соответственно, кустарез. Что мы делаем? Мы обрезаем по контуру кустарник, пытаясь придать форму полушарика. Делать это можно по-разному. Можно начинать с верхней части и постепенно, соответственно, идти к краям вниз. Можно изначально работать по принципу кубика, если сложно. То есть обстригать сначала верхнюю горизонтальную плоскость, потом четыре плоскости по бокам и постепенно сглаживать углы. Если один, два, три раза вы попробуете, 100% научитесь, если еще не делали. Когда мы обрезаем весной лиственный кустарник, мы в данном случае хорошо будем стимулировать нарастание новых побегов и почек. Вот то, что сейчас происходит здесь со спиреей в поверхностном слое ветвей. То есть мы будем добиваться пышности и аккуратности. Но не забывайте, что стричь постоянно лиственные кустарники только по форме, то есть применяют только формовочную обрезку, достаточно недолговечно. Есть такое понятие, как структурная обрезка. Она тесно связана с санитарной. Не забывайте о том, что со временем у любого кустарника внутри ветви будут стареть, отмирать, возможно будут попадаться какие-то засохшие, может быть поврежденные вредителями и болезнями. Принципы санитарной обрезки говорят о том, что мы одновременно с формовочной должны внедриться внутрь кустарника, найти какие у нас есть поврежденные, сухие, отмирающие ветви. Вот то, что в данном случае я сейчас вырезаю. И, соответственно, весь кустарник просмотреть. Структурная обрезка представляет собой работу также внутри куста, но когда мы удаляем одновременно старые побеги, старые ветви, которые мешают развитию молодых, новых, будущему ветвлению и поддержанию кустарника на перспективу ближайших лет. Вот в данном случае здесь я вижу, у меня есть большое количество хороших молодых прошлогодних побегов, ну или там одновременно одного, двух, трехлетнего возраста. Но кроме этого есть и более старые, которые ветвились в верхней части, но, как вы видите, не полностью имеют облиствение, а частично уже не распускаются. То есть они уже усохли, потому что внутри куста идет конкуренция за рост и развитие. Поэтому вот такие сухие побеги как раз-таки весной на этапе формовочной стрижки структурно надо тоже вырезать. Не обязательно это делать каждый год, это можно проводить такую обрезку структурную, я имею в виду раз, в два, три. Это не пригодно, но периодически обязательно, потому что только формовочная стрижка по контуру будет вызывать одновременно загущение верхней части кроны, а внутри отмирание ветвей. Со временем куст может пойти пятнами и где-то будет проявляться проплешины без листвы, он начнет стареть. Поэтому помните, что красота не только снаружи, а должна быть еще работой внутри. Понятно, что форму кустарника вы можете выбрать самую разную. До этого мы говорили про шарики и полусферы. Здесь, в данном случае, перед вами стрижка курильского чая по плоскости. То есть мы одновременно добиваемся именно такого формирования баскета, то есть формирования полностью зеленой куртины по всей своей ширине. Стрижем, соответственно, мы ее, стараясь горизонтально по всем своем протяжении. Они могут быть очень разные на самом деле. Важно еще понимать, что же мы можем стричь весной. Во-первых, весной стрижем те лиственные кустарники, которые цветут летом или позже. То есть это курильский чай или лобчатка, это разнообразные сорта спиреи японской и так далее. Но те кустарники, которые цветут весной, это, допустим, спирея, но уже там не японская, а вангута, средняя, серая и их сорта, или хиномелис японская, или форзиция. Весенне цветущие кустарники лучше сначала пусть они зацветут, вы порадуетесь цветением, а уже после этого, соответственно, будете их обрезать и стричь. Этим самым вы и цветение видите, и кустарник формируете. Кроме этого, ранняя весна – отличное время для формовки каркасных кустарников. В данном случае на заднем плане перед вами отличный экземпляр. Это на самом деле местная ива серая, но ее мы формируем по принципу, широко известной для многих каркасных кустарников в виде иргиломарка. Такие кустарники не только у этих видов, но могут быть сформированы еще из боярышников, из того же сумаха и разных других растений, предполагают то, что снизу мы у них оголяем ноги, а сверху формируем шапку или даже зонтик. В данном случае весной тогда вы берете секатор и аккуратненько проходитесь по основным стволикам и обрезаете на кольцо все побеги, которые есть, отходящие от стволов каркасных и от ветвей первого порядка. Полностью освободив низ, сверху вы сохраняете крону. Если хотите перейти на зонтик, то, соответственно, стрижкжете по принципу зонтика по поверхности сверху в виде шапки. Таким образом у нас получается хороший каркасный кустарник, снизу которого можно еще дополнительно высаживать различные многолетние или однолетние растения, а сверху будет шапка зелени. Такую обрезку мы повторяем год от года по необходимости, не позволяя появляться поросли и корректируя верхнюю надземную часть этого кустарника. Тот или иной лиственный кустарник, но практически все нуждаются в формовке. И ранняя весна тому самое лучшее время. Вот как раз таки, как и здесь с этой ивой, весной мы ее аккуратно сформировали. Сейчас наслаждаемся цветением, в будущем листвой и зонтичной кроной. Поэтому формируйте кустарники ежегодно или с некоторой периодичностью для того, чтобы они держали форму и радовали вас своей красотой. Успехов вам!